рассказала теперь пусть каждый сам думает и придумывает и давайте кто там не на скажи хоть пару слов засти слушаю внимательно думаю что я скажу рассказала здравствуйте девушки его давно не видела уже там огород спахала уже ты когда ко мне солнце когда ко мне и надежда свой огород спахала я видела как ты ветки там сухие жарила ну дожди идут ну как бы еще не дожгла все но потихоньку грибу татьяна приходила на вербное немножко помогла а у вас праздники были ну да вот а в германии карантин да но не то словно нас это опять комендантский час или опять комендантский час а вы видели как видите все сжигают людей это жуть как они там сколько костров людей сколько горит да но они всегда людей сжигают свою речку бросали всегда смотри какая религия сжигали зависит от того в какой ты как это телевизор не смотрю ничего не знаю нам приходится мы у нас страна такая что нам надо знать новости а то бомбы кидали у нас одну ночь 36 ракет запустили в город но не в другой там соседский город но мы тоже смотрим чтобы на нас на нас иран сильно хочет вот если иран начнет закидывать то как раз вела будут попадать ну да у вас там тоже все время жизнь на вулкане тоже поэтому мы успеваем и в интернет зайти и новости послушать и деньги заработать и денежку где-то заработать и куда-то положить и и в российские деньги и в биткоины еще куда-то потому жизнь такая блин раз приспичит берешь паспорт и ай да и да и куда-нибудь рванешь отсюда у меня муж все у меня муж все мечтает приехать в россию все этот самый все спит и видит что он в россии уехал я тут чего-то мы какой-то передачи недавно смотрели пару дней назад про астрахань я у меня родители в 70-х годах купили дом в астрахани у меня папина сестра жила в волгограде на улице ленина сорок семь так что в нефтекамске на улице ленина 13 девочки вот у меня еще пенсии 70 10 лет все и надо надо за 10 лет подпадать надо заработать деньги купить квартиру где-нибудь и все на самом классном месте чтобы в кайфом дом дом купим дом сочи маленький домик но девочки самое главное чтобы был врач недалеко зачем у меня одна подруга как раз создает такой у нее просто идея фикс создать свой поселок о хорошая идея она говорит у нас будет свой сад она уже купила она уже саженцы собирает она уже во всяких курс всяких видов овец и так далее так далее то есть у нас будет свой колхоз свой сад свой санаторий и свои врачи вот она вот работа к нам к нам давайте надежда ты там нам рассказали что где у тебя не надо приглашать ну-ка скажи так я говорю везде не надо приглашать есть не сказала вот конкретно не надо приглашать и все ну финика не надо но это мы знаем антарос не надо антарос не примет марки год не надо приглашать просто свои проценты берешь и все но если приходит пожалуйста если приходит туда ты имеешь свой бонус это везде так по моему мне кажется вот эти технологии научили новые пирамиды строить капитально капитально они дают возможности тем кто неактивный и тем кто активный ребят сейчас такая жизнь что даже сбербанк и тиньков предлагает пригласи друга получишь 500 рублей они они свои токены сделали они свои цифровые активы сделали они все сделали все народ забирает свои деньги от этих банков из этих банков и перетекает надо как-то компания поэтому они потому что чем больше банков тем больше конкуренции он финика делает свой банк ну вот антарос тоже свой банк он даже свою валюту на не создал у вас или валюту в россии одна а причем они на бирже в россии в россии медицинская компания страховая одна ведь я не что ты что ты что ты их у нас много это же страховые компании они как грибы они в каждом я имею ввиду страхование здоровья ты их тут много везде она ты чё любой гадага может предприниматель организовать это не зарегистрируешься у каждого банка блин свой страховой агент да да надюшка значит тебе надо на одном сыринка домик там присмотреть я там не хочу покупать не хочу нигде домик домик это две каюты две каюты на лайнерах я хочу путешествовать у нас внуки я поехала к одному внуку к другому потом на лайнер потом поехала к подруге к надежде компаниях стать миллионерами да смотри что такое миллионер что когда у тебя есть в кармане деньги что ты не считаешь мы хотим пассивный доход посмотри какой у нас возраст и мы все сидим разбираемся что такое биткоин что такое блин трейдер мэрдер все все вот это такая тенденция идет и в европе везде да не надо иметь свое жилье ты его с собой туда не смотри снимай самые шикарные апартаменты а в одном городе пожила в другом я просто видела в ю тубе мужик рассказывал продали свою квартиру и путишь и живут сняли в каком дом в каком городе захотели туда поехали сняли жилье два года пожили о поехали туда сняли там ну вот это уже тебя ничего не держит смотри люди сейчас вот бизнес и у тебя же он вот здесь но я не держи вообще ничего главное чтобы у тебя был бизнес который постоянно приносит доход это первое конечно бы ты была не одна у тебя был партнер это второе здоровья надежда смотри сейчас приезжай в любой город работы вот как любая работа если она говорит тебе говорю девчонки все-таки не о россии я говорю о европе это разные вещи нет действий работы вот о такого нету не ну если смотри есть ну работа они все вся всякая работа пожалуйста ну конечно всякая у нас вот сейчас здесь вот так работа никто не хочет работать девчонки ну вот смотри надюш вот у меня как бы образование юрист специалиста авторского права не хочу я мыть полы у других людей но не хочу смотри так ты работаешь или нет он на компанию ребят я ты работаешь ты же обучаешь там кого-то по своей профессии я же не работаю не ну да по своей не хочется вот когда ты уже живешь но где-то там или вот у меня муж вот он учитель географии истории он вынужден работать в этой в компании который занимается охранными объектами только лишь потому что ему нет работы понимаешь что на что ты учился нет работы это ребята скоро еще будет хуже выкинута народу на улице еще поэтому мы здесь и сидим ребята поэтому мы здесь и сидим плохо что молодежь об этом не хочет интересоваться не все в этих инвестиционных компаний одна молодежь да вот у нас чате 5000 с лишним человек и все молодежь и вся молодежь все которые когда-то завязли в этих выпут в ипотеках они быстренько выплатили все теперь уже зарабатывать тебе деньги и тут же переселяется в бали там еще куда-то зандима сдают жилье сдают жилье покупает жилье сдают жилье молодежи много много молодежи молодежь намного хитрее чем мы и они не заморачивается работы по найму они все вот таким где где легче можно заработать по найму только мы заморачиваемся мы еще какие-то такие ответственные но ты сама понимаешь что учитель врач там юрист там ничего это же работа по найму такой помощник адвоката мне нравится я пошла поработала получила свои деньги я не парюсь учитель я не учитель работаю в кайфе все физически иринка но ты но ты же себя уже сделала как специалист ну да я уже специалиста поэтому да мы все как специалисты себе сделали как мамы как жены как бабушки и как не знаю кто еще все выполнили конечно почему бы не вот мы сейчас с подружкой встречались я ездила там центр города мы с ней кафе еще закрыты но мы с ней вышли на балкон там по бокалу вина по по маленькому кусочку тортика огур и вся радость да да а как же радость сами себе делать не надо ждать что кто-то придет тебе сделает радость я сегодня была на море я еще вам видео видосы не скинула меня муж забрал на море к египту я там плавал а я смотрела уже где-то не не телеграмме поставила маленькая а еще не делала видосы так что у меня радость это море море все остальное тоже радость вот с вами общаться радость там вот вчера столик вывела с маркет бота радость вчера вывела сегодня попали они уже на кошелек радость а вот я я уже делим и висят почему она вывела вывела на этот самый нас я вывела у меня тоже висят там тоже уже пять дней висят нисколько люди вообще просто смотри реинвест у меня внизу в этот в рекламном пятьсот пятьдесят пять заработанных шестьсот чем-то а он приносит четыре доллара пять шесть ну ну блин уже терпение терпение тоже у меня потихоньку капает 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 смотри вот у тебя финика три месяца ты получишь сколько положила не я каждый день получаю не ну ты получаешь каждый день там я каждый я положила на city 2 каждый день не сколько ты получаешь каждый день а там ну сейчас процентах скажи сколько каждый день за месяц сколько у тебя в процентах получать за три месяца сколько ты положила сколько ты уже получила вот я положила тысячу долларов так финика финика да да сейчас покажу вот ой ну ты говори мы ничего не видим там 37 долларов ты получила получил ты их вывела смотри вот видишь они прям эта кнопка на вывод ну понятно смотри я же тоже научилась считать зачем я буду 37 долларов выводить чтобы платить транзакцию я за месяц один раз буду выводить хорошее дело классно то же самое маркетинге получается ну только здесь каждый день и там можно будет если ты положила тысячу там ты бы получила еще больше чем здесь конечно так здесь вывод сразу и там здесь вывод сразу неправда ну где сразу ирина ну как не сразу так ты сколько положила 100 долларов а если ты тысячу положила тебе за три дня 100 долларов упала ты пожалуйста выводи слышишь здесь здесь даже и 100 долларов можно положить и вывод сразу да ты же не будешь выводить и там тоже сразу там разницы нету и вот в антеросе то же самое разницы нету все сразу везде и примерно одинаковые кто когда захлопнется единственное ранение мне меня интересует вопрос немножко никогда схлопнется где деньги зим откуда они деньги-то делают я понимаю откуда не деньги-то делал до не появляется деньги только от людей больше ниоткуда нет во первых от людей во вторых тренд от людей мы инвестируем пускай там эти трендируют там да сколько они на тренде я вот сейчас напрямую тренды стрендописами работаю и смотрю сколько они зарабатывают классные эти трейдеры но не всегда идет в плюс конечно из надежда янковская она ведь было пять лет три девочки но не пять лет а три года этому дело я сразу скажу я положила тысячу долларов заработала 25 тысяч долларов купила квартиру в болгарии и проиграла а почему ну вот пошла опять играть и все попала попала естественно вот это как раз вот это вот я как раз попала тот самый кризис который был 2007 восьмом году ребята вот поэтому в паузке есть их чейнер управление криптовалютным кошельком который будет ждут и европа и америка и россия смотри он не дает упасть твоим активом в минус его ждут 200 человек сейчас уже зашли и закрылись это ну топовые лидеры которые были на школе и двенадцатого июня старт дадут круто это крутяк в каждой компании сейчас есть кошельки в каждой вот то что ты говоришь вот есть во всех даже он надежда этим пользовалась когда была трейдером это все есть это не новое вопрос только как компания работает как и зависит от того сколько у них есть активов что за люди этим занимаются понимаешь какие у них технологические какое развитие она ведь только говорят я сколько захожу на паузки это да ребята если вы сегодня не купите вы завтра проиграете если вы сегодня не купите то есть идет полнейшая агитация вкладывай 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 а нет но я была на это на последний на последней конференции я слушала если вы сегодня нет а то вы опоздаете 30 смотри они говорят истинную правду потому что 30 числа заканчивается промоушен где дарят 120 акций в подарок и нормально нормально ввести компания девочки лучше всего покупать компания телеграм засчет продаж но вот я же говорю ничего не и не меняется ни в одной компании просто время сколько они смогут отработать и сколько мы сможем заработать в этот промежуток времени не лучше всего если вы там плане то лучше все покупать акции. Если ты хочешь деньги вкладывать на будущее, либо в золото. Теперь что говорят специалисты? Покупайте акции трендовые, топовые, которые входят в десятку топа, а не те, которые новые только появились. Но это еще... Я куплю Телеграм. Я тоже куплю Телеграм. Я куплю только Телеграм. Вот прям вот разорюсь, накуплю одну или две акции Телеграм. А сколько она сейчас стоит? Сколько она сейчас стоит? Они только будут, они только собираются, но вроде как они планируют по 50 долларов. Подождите, Телеграм же в убытке. Ну почему в убытке? Телеграм это будущее. Нет, она в убытке. Телеграм. Он даже не отработал те деньги, которые были вложены на разработку. Но это же самая уличная компания. Это уличная компания, которую он разрабатывает. Это технология, это будущее. Неважно, как это будет. Не знаю. Я вот хочу Телеграм. Это по-разному. Знаете, ребята, у каждого свое есть. Свои тараканы. Кто хочет Телеграм, кто Инстаграм, кто хочет по узке. Кто в Фейсбук, кто в Фейсбук. Да, смотрите, Ватсап, когда появился, круто, блин. Телеграм, откуда деньги? Просто, да. Хлопы с Телеграм. Президент, что ты говоришь? В Телеграм откуда деньги? Доход откуда? Они вот балланируют рекламу делать. Бот работает, вот наш бот работает, вот это те деньги. Телеграм в основном, ну не в основном, это компания реклама. Реклама, эти самые, ну, люди пишут, снимают, то есть, как бы, творческий труд, программисты, дизайнеры. Именно люди зарабатывают своим трудом. Почему я и говорю насчет этого, потому что это не спекулятивные и не форексовские примочки, когда ты купил 10 долларов, продал 20. А это именно интеллектуальный труд. Ведь наш этот робот, это же, по сути-то, это немножко, как сказать, это все-таки... Интеллект искусственный. Ну, не совсем искусственный интеллект, а это именно ты покупаешь рекламу, которая где-то крутится, где-то продается. Допустим, если раньше было на телевидении или там еще где-то, а сейчас это все в боте, в рекламном боте все это уходит. А в Телеграме то же самое. В Телеграме это... Вот сейчас будет в Телеграме, вот они буквально на днях вводят платеж через свои системы. Потом, не забывайте, девчонки, Телеграм в основном-то это же русскоговорящие сидят. Там же очень мало англоязычных или там немецкоговорящих. или испаноговорящих. А сколько русскоговорящих в мире? Смотри, смотри, а у нас и весь Израиль в Телеграме. Все продается там. Надюша, это Дуров же, да, Павел Дуров. Да, Павел Дуров. Тот, кто придумал контакты. Ну, он уехал уже за границу, он просто, здесь его как начали прессовать из-за того, что он не слил информацию о людях. Смотри, ему пришлось уехать. Он вынужденный, да, миллионер. Смотри, но через Телеграм, через Телеграм, и наркотрафик, и что только не идет, и покупка людей, продажа людей. Ну, это просто клантай, красотник. преступлений. Ты думаешь, что в WhatsApp и по-другому, или в Facebook и по-другому? Смотри, по-другому, именно Телеграм, именно Телеграм, Надежда. Надюш, везде, если есть возможность узнать у людей адресы, или где-то что-то рассказать, везде все одинаково. Смотри, WhatsApp слил все данные, Viber слил, а Дуров не слил. Он говорит, я это физически не могу сделать, он у него сделан на блокчейне. А это значит, смотри, мое, моя, там, две первые буквы в одном блокчейне, в другом, он говорит, я не могу даже это поменять. Информацию в блокчейне нельзя менять. Вот именно, оно зашифрованное все, поэтому его, он уехал. Поэтому, девочки, вкладываемся в Телеграм. Ну, хорошо, девчонки, было очень приятно с вами общаться. Всех вас видеть, вы молодцы, вы все миллионеры. Так держать. Да, девчонки, думаем, то, что нам Резида рассказала, Надюшка подтвердила. Приглашаю в нашу команду, девочки, у нас должно получиться. Их дэнки. Думаем. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова